Оголённый, дерзкий, ёвьяный, я вебку специально сделал поярче, я вот не знаю, как лучше, как вебка ярче или не ярче, или темнее, я не знаю, это сложный вопрос, в общем, ээээ? По сути, люди живут очень грешной жизнью, но с другой стороны, а также полна благодеяний. Она продолжила свою сумасбродную проповедь, да ладно, проповедь нормальная, чё-то пристала, в общем, если у тебя есть, что мне сказать, сегодня, кстати, норм душу. Не знаю, у меня просто бывают такие дни, может, это из-за ста, может, ещё из-за чего-то, когда просто с утра что-то пытаешься читать на Вэллой, у меня раньше такой час был такой, воздуха не хватает, может быть, действительно дело в погоде, потому что сегодня как-то попрохладнее, что ли. Стоп, тайм-аут, тайм-аут! Сунахара, не способный впитать хоть немного больше информации, прервал её молящим голосом, дуба перегрузка мозга у тряпочки. Что? Я как раз подбирался к самому важному. Ну, как бы сказать, смотри, да, уже полдень, пора бы нам сходить в столовую, покишить. А, прости, я слишком увлеклась в свою речь, я, кстати, уже покушал, я чабату съел. Блин, я вчера в ленте забыл их взять, а сегодня идти я не хочу, потому что кто Егора будет снимать, кто стримить будет, что ли, и Котик с балкона выйдет и будет стрим вести, хотя было бы неплохо. Это было бы интересно, если, знаете, стрим запускает кит, и, типа, вы видите, как переключается картинка с вступления на вебку, и вы видите, как бы кит отодвигает лапу от клавиатуры, и сидит в кресле, и смотрит в вебку так пронзительно долго, и начинает бить хвостом, а потом, типа, начинает мяукать и резко убегает. И потом прихожу я, и такой, типа, о, стрим уже запущен. В принципе, теоретически это сделать можно, но для этого, ну, это будет сложно, но сделать это можно, это нужно записать заранее. Где-то на стриме я не представляю, как это можно сделать. Хорошо, идем. Да, если мы не поспешим, ведь хороший хлеб раскупят, а чабат не останется. Кстати, чабату, на удивление, в ленте стало вкусно, они что-то с выпечкой сделали, да и, в принципе, с жареными штуками всякими. И стало повкуснее. То есть, кстати, это удивительно, но лента действительно улучшает, как бы, качество своей еды. Даже если мы будем спешить, по коридору все равно бегать нельзя. Ага, я уже знаю. Ой, постой, я ведь теперь хороший парень, без приглашаю, раз приглашаю тебя, да? Что? Мне, в общем-то, не интересен хлеб, она хочет мясо, мясо, давай мясо. Нет, я не то имел в виду. Пойдемте, не поспешим, и нам реально достанутся только корки. Да, ты прав. Кстати, у нас такого не было, у нас всегда что-то можно было купить в столовке. Хотя, нет, были случаи, когда что-то не завезли, и там вместо нормальной еды можно было купить только какой-то рогалик. Реально рогалик такой сахарный. Но, блин, даже это было не так уж и плохо. Я, кстати, второй кофе уже пил. Ммм. Блин, молоко киснет, слава богу, я его почти допил. Оно и горькое немножко, хотя, может, это из-за кофе. И отдает уже такой, знаете, как будто он прокисло. В общем, во время стрима буду ходить в туалет, ну ладно. Мне жалко молоко, ребята, понимаете, мне его жалко, потому что, ну, чуть-чуть осталось как-то, хочется допить, несмотря на то, что он уже киснет. Орло, вот вы всегда, вот вы всегда выливаете молоко, если оно киснет? Я нет, я его жалею. Мы зашагали вниз по коридору. Позади я услышу голосу Нахара, который говорит о том, что он сломлен. Что с ним не так? А, у него нервный срыв. Эээ, да он всегда такой. Ясно, все-таки надоедливый он черек. У него, ну, у меня, кстати, тоже был такой нервный срыв как-то раз в детстве, может быть, лет в десять. Тоже я так немножко закричал. Бывает такое, знаешь, особенно. Ну, бывает, в общем. В итоге хорошего хлеба нам не досталось. И все из-за Сунахара. Не говорю, если мы будем болтать о чем-нибудь вместе, то и хлеб вкуснее станет. Хе? Хм? Ты сказал ке? Нет. Ке? Ке? Он хочет сказать ке, но у него не получается. Он хочет сказать ке. Сунахара зовет ке. Он так плачет, не обращая внимания. Он так плачет, мы ему больше не сможем помочь. Ты серьезно сказала? Волноваться ведь нормально. Что? Так это шутка была. Я бы предпочел, чтобы ты не отпускал шуток, которые подпортят мне аппетит прямо перед едой. Слушай, а я не знаю, может мне реально бы пытаться соскочить с Рута... С Рута Томои? Может быть я смогу соскочить, если откажу в каком-то выборе? Мы же типа уже на Рут Котоме шли, и я с него соскочил, и было норм. Мы всегда так обедали, отпуская шуточки и учиняя беспорядки. Если от этого у тебя пропадет аппетит, то я обедаю, то и обедать с нами нечего. Хе, как вам? Я язык прикусил. Хе, а ты должен об этом? Я староста класса вообще-то. Но другого класса, так? Да. Не, хотя она все-таки ушла. Но вскоре пришла, ведя за собой Фудзи Ябаси. Или Фудзи Баяси. Когда ты ешь, ты должен заткнуться. Это явно не ее голос. Эм, я Фудзи Баяси, серьезно, староста класса 3Г. Г от слова говно. Ха-ха-ха-ха. Так, ладно, это что-то тупая шутка. Твое лицо не соотносится с голосом. Сунахарку, умри. Соотносится. Как и ожидалось от близняшек. Фу, неплохо, Рио. Но тебе нужно прямо говорить им, что ты должна. Ты должна отчитывать их иногда. Это обязанности староста класса. Это ведь надоедливые парни, которые всегда всем мешают. Ведь я права? А, да. А то есть они... Они телку не замечают? Они только сейчас заметили Томою. Простите за это. Пока Фудзи Баяси пыталась что-то ответить, Томою поднялась, место изменилась. Я постараюсь быть внимательнее в следующий раз. Хотя этим парням невозможно ничего втолковать. Невозможно? Как так? Эти ребята весь расшумят, особенно Сунахара. Кем встретила Томою? Ой, сейчас будет женский батл. Вангую, чувствую. Орлы, у меня как бы жестко сработал триггер. Я часто прихожу сюда с сестрой, мне так иногда никогда не казалось. Они вчера не особо шумели. Это был ее непрямой намек Томоя. Понятно. То есть какой непрямой намек? Что она тут часто бывает, а Томоя пытается мужиков отбить? Я не очень просто сейчас понимаю, а Томоя как бы за то, чтобы мужиков типа не отбили или... Короче, я не понял. Я пытаюсь понять, а с какой стороны находится как бы Томоя... Нет, Томоя понятно. Томоя в этой ситуации исполняет какую функцию или какую функцию она хочет исполнять. Так, тишина. Э, так это моя вина? Какая откровенная с собой девушка. Кто знает, может действительно просто совпадение. В любом случае, Фудзибаяси явно здесь не место. Понятно. Значит, это не правда, что он надоедает вам все это время? Угу. Я и Тайком кое-кого просила о помощи. Угадай кого. Я вроде никого не заметил. Разумеется, старосту этого класса. Тьё хлопнула Фудзибаяси по спине, то есть свою сестру-клона. Э, что? Нани? Ты медленная. Шепчет. Она притянула Фудзибаяси к себе и стала шептать ей что-то на ухо. Старосты всегда права, согласна? Но, но, как-то нехорошо. Если мне нужно было предсказать, что будет дальше, судя по этой атмосфере, кажется, они хотят заставить Томоя уйти. Они хотят прогнать Томоя! Нет! Давай, просто иди, скажи это и игнорируй все. Все возражения Томояку. С чего она вдруг добавила Кун? Постой, Томоя... А, Томояку! Я подумал, она Куном обозвала Томоё. Интересно, а что будет в Японии, если назвать девушку Куном? Она обидится? Ну, хотя, слушай, если она ЛГБТ, может быть, нет? А, типа, если девушка считает себя парнем, можно назвать ее Куном? Столько вопросов и так мало ответов. Хорошо. Прошу прощения. С этого не нужно начинать. Не могла бы ты... Я? Да, не могла бы ты... Да, что такое? Не могла бы ты не шумить во время обеда. Нет, все правильно. Конечно, прости, пожалуйста. Возможно, план Кё был без конфликтов заставить Томоя уйти, но принимаю внимание характер Фунзибаяси. Это был максимум, на что можно было рассчитывать. Даже я это понимал. Круто, как староста слабак! Да, будь добра. И я в следующий раз, если ты будешь шуметь. Она продолжила. В этом случае, ты не могла бы тогда уйти. Она это сказала. Тихоня Фунзибаяси сказала, это Томоя, сильнейшей девушке-легенде, которую боялись всех хулиганов города. Что могло пойти не так? А может, наша староста просто ничего о ней не знает? Просто думает, что она не более чем просто младшеклассница. Поэтому должно быть наша пассивная староста и смогла сказать такое. Тогда ладно. Поклонившись, я вернулась в свое место. Видимо, ей было стыдно. Должна быть благодарна, что я просто тебя просила на сей раз. Ее посоледовала за сеструлей. Она и позавчера сюда тоже приходила. Так и ты здесь был? Ну, не волнуйся об этом. Сунахара похлопал-то мою по спинетку, типа. Этот Фунзибаяси к нам застает. Часто сваливает на нас своего... Свою свинью, так сказать. Ведь она даже в этом классе не учится. Ай, ладно, мы девочек захотим. Ну, я, в принципе, с ней согласна. Не хорошо мешать другим. А мне срать! Эй, чего ты так со мной поладила? Поладили. Сунахара запихнул булку в рот, даже не удосудшись вынуть ее из пакета. Чавк, чавк, чавк. Значит, по-твоему, это проблема? Вам, 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 вам. Ну, то, что ты булку съел с пакетом, это, конечно, проблема. Пакет плохо переваривается, я слышал. Развенел звонок на урок, обед закинчился. До скорого, с вами было весело. Да ладно весело, тебя пытаются все... Я не знаю, почему-то все не любят то мое. В чем проблема то мое? Почему-то никто ее не любит. Аж хорошее. С каких пор наш мирный образ жизни превратился вот в это? Сунахара упал, плашмя на свою парту, как только объявилось то мое. А о, казаки. Я, когда кроме нас двух больше никого не было. Не говорит каких двухсмысленных вещей. Ну, вообще, вот, именно я здесь не увидел ничего двухсмысленного, но я понимаю, о чем говорит Томая, потому что... Ну, как бы... It's ok to be gay. Давай отдыхать с пацанами. Продолжался шестой урок. За ним самоподготовка. Солдат самообороны Японии. Кстати, вы знаете, что в Японии нет армии? У них, типа, самооборона есть. Я забыл, как это называется. Ну, вообще, это тоже армия. Вроде бы. Ну, просто не называется, как армия. У них, типа, оборонительная. Назовим подготовка. И вот все занятия подошли к кинцу. Разве все кончено? Разве тот мир уже разрушен? Что с тобой? Руки уже закончились. А ты не выглядишь особо энергичным. Просто у меня такое чувство, что он снова придет там и предложит пойти домой вместе. Если тебе это не нравится, можешь сразу пойти один. Хм. Я без твоего совета так сделаю. Он поднялся, взял свой портфель. Он реально сварил? А нет, он... Нет, он сейчас будет меня уговаривать. Войди с ним. О, казаки. Что? Кстати, насчет о казаков. Я скучаю по казакам. Может быть, за место клона до одну серию там, ну или две по казачкам. Просто что-то казачков не хватает в жизни. Я буду ждать, где обычно. Может, реально? Слушай, может, реально? Кё, ты же не против. Кстати, Орлы, вы же в курсе, что платные видосы выходят из-за Кё? Вы же это знаете? Теперь вы это знаете. Просто Кё как бы... Вообще, я никак не пройду привет соседов. Слушай, как достать соседа? Я снял одну серию, а, как я понимаю, Данилка все-таки... Все-таки делал платную подписку не на одну серию, а на много серий сразу. Хватит, нужно вести себя как голубой. Короче, ты ведь свою комнату имеешь в виду? Заходи, папа, повеселимся. Только мы вдвоем в одной комнате займемся тем и этим. Хе-хе. Я сказал, хватит, это омерзительно. С бодрой улыбкой Сунахарчик свалил. Все-таки он так одинок. За место него в класс пришла Томайор. Я только что разминулась Сунахара. Вы не вместе домой идете? Когда, как, сегодня он хочет побыть один. Что-то случилось? Нафиг его знает. У него сейчас какие-то проблемы. Я могла помочь ему советом. Он бы ответил, что причина всех проблем это ты. Пойдем. Да. Я взял свой пустой порт Моне. Эй, смотри. Кто-то показал на что-то из окна. Я безинтересно глянул в том же направлении. Чуть впереди собралась группа учеников из какой-то школы. Похоже, это были хулиганы. Это мое. Да. Она кивнула, понимая ситуацию. Похоже, их там много. Наверное, это парни из профтехучилища, которых мы встретили вчера. Может, это просто недоразумение? Надеюсь на это. Лучше нам самим добраться до них, прежде чем они доберутся до нас. То есть, слушай, походу это... Это пришли по душу... Томаё. Они идут в школе. Разве это неплохо? Да, кажется, разборка будет серьезной. Ты еще хочешь попасть тут в совет? Временное отстранение. В худшем случае, исключение. Помоги мне, Томаё. Непривычно видеть, чтобы Томой убегала в такой спешке. Я выкинул свой портфель, побежал за ней. А, типа, мы все-таки будем драться, будет махач. Кофе немножко побанивает ховными, но... Мне и так норм. Слушай, а у меня заряжен пауэрбанк? Это умаури, я вчера же ходил с ним. Пауэрбанк, ты заряжен? А, нет, ты не заряжен. Это умаури, я пойду за продуктами. Просто понимаете, карантин, все дела. Типа, Евген готовится к самоизоляции. Хотя в Смоленске, кстати, сказал чувак, который, типа, главный. Ну, не мэр, а это кто там, главный по региону, что ли. По области. Сказал, что никакого карантина не будет. У вас, типа, не так плохо. Не, я как бы согласен, конечно. Но мне все-таки, по-моему, лучше бы карантин сделали. Потому что, ну, как бы... Не знаю. По-моему, лучше все-таки сделать карантин, чем не делать карантин. Особенно учитывая ситуацию. Сейчас народ как раз возвращается до мойки. Так что число зевак только возрастет. Как неудачно. И еще на школьной территории, как бы все дела... Подойдет внутренний двор. Да, я тоже так думаю. Ты беги вперед и жди меня. Я привлеку их внимание. Поняла. Мы с тобой разделились в конце коридора. Как же утомить-то быть с ней. Если бы только учителя шевелить чуть-чуть побыстрее, чтобы прекратить это. Я спешил. Но учителя могут вызвать полицию, как бы, если нас из профтех училища штурмуют. По сути, из техникума. Понимаешь, из ПТУшники приехали, хотят пизды дать. Спустившись по лестнице, я обнаружил, что эта группа уже собралась у входа в здание. Эй, жопа, я здесь. На всей толпе показалось какой-то челек с рожей, как у демона. Он явно намеревался поймать. Нет, что-то я бы не сказал, что рут скучный. Ну, был скучный, но сейчас что-то пошел экшон. Этот рут, он как бы варьируется. То есть тут то скучно, то экшончик из всех щелей страшный. Как из Ниоха демон. Или из Дума. Демоны напали на людей. Не связь со всей мочи, я бежал к внутреннему двору по кратчайшему пути. Казалось бы, что может пойти не так, да? Эй, они здесь! Хорошая работа. Их очень много. Это займет время. О, что это тут у вас? Кажется, вам нужна помощь. Голос. Из здания школы показался сумахарчик. Йоу. Твое присутствие здесь никак не поможет. Прости, не посидишь где-нибудь и не понаблюдаешь пока? Почему? По твоей вине мы оказались сейчас в такой жопе. Потому что сейчас ты хочешь на них просто свою злобу выместить, а заодно и свою вину загладить раз в момент подходящий. Я прав? И нет, вовсе нет. Конечно, мы с тобой часто деремся. Но вообще, чаще напоминает избиение тебя. Ни хрена! Я едва ли серьезно дрался с ней. Какой честный и открытый молодой человек. Ладно, неважно, продолжай. О, конечно, мы с тобой много деремся. Позже, если он не начнет с этой фразы, то не сможет продолжить. Ну, у меня тоже такое бывает, что мне нужно как-то ввести себя в дело. В то время, когда я спровоцировал банду из другой школы прийти сюда, мы были врагами. Но сейчас мы союзники. Если у тебя проблемы, я приду на выручку. Я понимаю, что ты хочешь сказать, но ты нам не нужен. А, ну раз не нужен, он может больше свалить. Я правильно понимаю. Прости, просто наблюдай, чел. Эй! Ты мешаешься. Я не мешаюсь, дай тебе присоединиться к вам. Эй, они идут. Да, я с ними разберусь. Хм. Ты мое пнуло его со всей силы. Вдумс. Так, ясно, он Сунахара улетел. Я же ваш союзник. Честно говоря, я не совсем верю во тебе. Прости, Сунахара. Ну это ничего, я только хотел бы понять данную ситуацию. Паду же скорее, ты экран загораживаешь. О, казакик он тоже. Такой. Холодный. Жмек. Че, ты вас побрал, гады? Как вы смели поднять руку на нашего товарища? Лучшее влагалище это очко товарища. Как занятно, готовьтесь, народ. Эти люди, они опасные. Нас всех перебьют. Неса, вперед. Ребят, ссать-то как раз надо, потому что Томайо сейчас пизды даст. Томайо должна была быстро с ними справиться, но их очень много. Это займет порядком времени. Толпа бросилась на нас. Томайо, ты давай, помогай. Эй, что тут происходит? Во дворе, во двор прям жалко. Что вы здесь делаете сейчас? Это превратилось в очень серьезную проблему. Так, нужно убить, нужно убить учителя. Или это не поможет? Как на нас не посмотри, тут явно началась драка, драка. Томайо подошло, так сказать, ко мне. Придумай что-нибудь тамое. Легче сказать, чем сделать. Вочаянно, я пытался выдумать какое-нибудь пожилое оправдание. Эм, ну... Так, если вам здесь трудно об этом говорить, то побеседуем в учительской. Ну... Пронизывающий взгляд учителя повернулся к окну. А наверху из школьного окня виднелась фигура ученицы. Фурукава. С обеспокоением лицом она смотрела прямо на меня. А, та самая Фурукава. А, я вспомнил. О ее долгом отсутствии, о драм-кружке, о любви к Анпану. О драм-кружке. Это пьеса. Что ты сказал? Прямо сейчас мы репетируем пьесу. Правда, Фурукава? Фурукава? Внимание всех обратилось на окно школы, за которым стояла Фурукава. Как чувствуется атмосфера битвы на мечах? Пока Фурукава стояла за мечтать, я кивнула ей головой, а она ответила мне тем же. Мы состоим в драм-кружке. Ой, слушай, он так разыграл хорошо. Ай, молодец. Ай, умен, конечно. Ай, парень молодой, умный такой. Вах-вах-вах-вах-вах. Мы состоим в драм-кружке, чел. В самом деле. В общем, нас с этой девушкой здесь нужно было сымитировать битву с этими парнями, а то бы репетиция не удалась. Понятно. А что насчет него? Он наказал сторону павшего в битве с Сунахарой. Он играет мертвого. Тамайор, разбуди его. Да. Она кивнула, подошла к Сунахаре, пнула его в колено. Хрязь. Плохой звук. Ну вот. А он стоять-то может? Слишком уж хорошо у него выходит обоборочный взгляд. Учитель чуть попятился назад. Ну, ладно. Я уже привык видеть такие лица, поверю вам на этот раз. Но в следующий раз предупреждайте о таких вещах. И сейчас, взглянув на всех нас, учителю бежал. Угроза миновал. Угроза миновал. Спасены. Если хочешь кого-то отблагодарить, то благодари ее. Слушай, а как же те чуваки, которые пришли нас пиздить? То есть, они тоже, типа, будут стоять и ничего не делать в этот момент? Я сгинул вверх на окно. Ах, она уже ушла. Мне там больше нет. Эй, Сунахара, просыпайся. Слушай, она, наверное, обижена на меня, но боится это признать, потому что... Ну, блин, она, типа, как она, может быть, не обижена? Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. Я поглистал ему по щекам. Такой, типа, о-о-о-о-о-о. А-а-а-а, везде болит. Как странно. Эй, все же закончилось? Да, мы отомстили за тебя. Если хочешь отомстить за меня, то лучше тебе начать оттуда. Пальцем Сунахара показал на лицо-то мое. И что это должно значить? Ничего, сам с тобой разговариваю. Слушай, она... Ты думала о том, куда ты кешь пальцем? Ой, мышка серая, ясно, что сейчас будет. Очень странно, что дни стали обрываться. Помните, раньше первые 2-3 дня у нас, как бы, ну, нужно было добраться до постели, чтобы видеть вот это вот. А так у нас сейчас как-то дни укоротились. С другой стороны, мне это нравится. Мне в БЛ как раз таки не нравилось, что у нас нет каких-то шорткатов и сокращений, что все время идет контент. Все время... То есть, день не кончится, пока герой спать не ляжет, условно. Ну, и... Просто были случаи, когда он ночью еще гулял. И мне это не нравилось, что герой должен добраться до кровати. И что бывает прикроватная сцена растягивается на очень долго. Очень, короче, БЛ слишком реалистичный. Вот, по крайней мере, оригинальный сюжет, слишком много мыслей героя. То есть, я понимаю, что это нужно для, не знаю, полноты, видимо, понимания персонажа. Но, как по мне, это излишество. Последнее, что мы приделываем кукле, это глаза. После этого она кинчена. Фух, готово. Она легла и потянулась от уставости. Весь в возбуждении я смотрю на куклу. Чувак, у питона угомони. Кукла странной формы. Руки разной длины. Какой-то странный рот. Улыбающееся лицо. Она же так, это новый друг. Друг, который может быть с нами. Было бы забавно посмотреть, если бы она умела закрывать глаза. Я продолжаю ждать. Этой штуке было непросто двигаться. Девушка встает и тоже смотрит на нее. Мы вместе уставились на недвигающиеся куклу. Чтобы она задвигалась, нам могло потребоваться что-то еще. Я подумал об этом с самого начала. Верно, надо научить ее ходить. Раз уж это мой друг Аль, я подумал, что надо начать сазов. Я сам это сделаю. Как поступала девушка. Я отхожу на несколько шагов и хлопаю руками. Хотя, я тогда только что появился на свет. И я понял этот жест. Он означает, иди сюда. Когда я хлопнул в ладоши, раздался глухой звук. Хлоп-хлоп. Типа, я не знаю, как сделать глухой. Кукла уже должна была встать. Хлоп-хлоп. Я продолжаю хлопать. Нет ни одного малейшего движения. У куклы голова висит, как у мертвеца. Я не замечаю, как девушка наблюдает за моими действиями. Она подходит ко мне, опустившись на колени, обнимает меня. А потом начинает плакать. Прости, прости. Она повторяет эти слова снова и снова. То есть, видимо, куклу нельзя просто взять и оживить, да? Следующий день, 24, четверг. Слушай, дни реально идут все быстрее и быстрее. Я-то думал, что у нас, как раньше, будет уходить на один день по нескольку серии. А теперь как-то мы очень сильно перегоняем. То есть, сейчас, когда я записываю... Не, не буду палить сейчас какой день недели. Не буду, палить не буду. Хотя, выйдет эта серия, скорее всего, в четверг. Я просто наперед записал. Потому что... Ну, потому что... Потому что, чтобы стабильно выходило. Шурх. Ослепляющий свет. Почти рефлекторный. Я поднял верхнюю половину себя с кровати и стал телегаза... А, опять домой у меня пошла будить. Ну, открытие гораздо сложнее. У меня, кстати, такое было раньше. Но сейчас норм. Я сейчас вскочил... Кстати, нет. Я стал опять спать до восьми. Не знаю, до максимума своего буделика. То есть, у меня будильник должен меня будить с семи сорока пяти до восьми пятнадцати. Восемь двенадцать я сегодня встал. О, точно, восемь двенадцать. Я не знаю, как я это вспомнил, но, блин... В общем, надо переводить его на более раннее время. Потому что будильник меня как-то жалеет, что ли. Доброе утро, Томой. Либо интервал уменьшит до двадцати минут. А-а-а. Думаю, тебе тоже следует отвечать доброе утро. Как кто-то... Как кто-то приветствует тебя так. Ага. Что, ты еще не проснулся? У тебя сейчас такое забавное ебло. Гластомое звучит прямо в моего уха. Струйка теплого воздуха чекочет мещоком. Кладбище, статата, раскраши, да ей ебло. Ты обычно держишься так до стейна, но сейчас тебе выражение двоечник, которого попросили решить задачу по математике. Твое обычное выражение мне больше нравится. Ну, это тоже довольно мило. Думаю, они оба мне по душе. Ты слушаешь? Ага. А если сделать так, ты будешь выглядеть еще интереснее. Она потянула меня за щеки. Больно, блин. Это согналось меня сон. Прямо перед моим лицом было улыбающееся лицо-то моя. Теперь у меня есть причина сделать то же самое с тобой. Чтоб мы были квиты. Я потянулся к ее лицу. Может, у тебя есть причина? И есть причина, зато у меня есть право избежать этого. Легко увернулся от моих рук, ее лицо стало еще ближе к моему. Прикольно. А ты, смотри, схватилась руками за мои щеки. Я не позволю, чтобы только мои щеки растягивали так, что я схватил ее. И мне кажется, сейчас будет шмав. Прости, Томоя. Я слишком сильно тянул. У тебя все щеки красные. Томоя серьезно и пристально посмотрела на меня. Действительно, очень больно. Ну, ты сам виноват, что так много раз хотел сделать нас с квитами. В итоге я сдался на ее милость. Даже ответить ей не мог. Сколько бы раз я не старался, мне ее не перебороть. Слушай, это норма, что она к нему домой приходит? То есть, а батя где? Почему сюжет с батей загнулся? Или это для другого Рута сюжет? Похоже, у меня не получится даже подшучивать над тобой. Слушай, мне сюжет с вот этой фу из пекарни нравился чем-то больше, потому что он был про семью. Он как-то трогал в этом плане. Я согласен, сюжет с Томой какой-то, ну, обычный. Немножко в этом плане. Ну, не то, что обычный, но... Не такой. Это как в манге, когда два перса тянут к Зайчкину с Томой отку и не выйдет. Что это значит? Значит, что ты должна быть немного нежнее. Нежнее? Разумеется, я хотела быть с тобой нежнее. Будь она нежнее, то могла бы отпустить меня пораньше, чтобы мое лицо вернулось в нормальное состояние. Или я не прав? Но сейчас мне так весело. Такое, что мы маленькие дети. Да, здорово. Кстати, обратите внимание так, как закрыть, как закрыть. Вот этот косяк, он в цветах ЛГБТ. Ну, то есть... А, нет, мне показалось. Слушай, он обычный, коричневый. И это не косяк, а кусок пола. Со мной явно что-то не так. Я видел флаг ЛГБТ, я клянусь. Угу. А теперь иди одевайся скорее. Мы потратили очень много времени. Да. Мне словно напомнили о чем-то, что моя сонливость вернулась ко мне. Я постарался подавить ее в себе. И поскорее отправиться собираться. Я сегодня бодрый проснулся. Не знаю почему. Наверное, потому что я думал, что поиграю наконец-то в ту игру. Прикол в том, что сейчас уже почти 12 дней. Я так и не сел играть в ту игру, которую мне дали заранее. Мне уже обидно, поэтому я решил так. Сейчас я сяду играть в эту игру. И никто меня не остановит. Нам надо пойти и разбудить Сунахарку. Ну, мы стоим просто оставить в покое этого парня. Ну, понимаешь, достаточно неприятно чувствовать, что только ты один испытываешь все эти мучения и печали. Ну, типа, раньше же я его мучил, а теперь она, типа, встала на мое место. Понимаешь, симулятор Сунахара начался. Тамой остался Сунахар. Под мучениями и печалью ты имеешь в ту раннее пробуждение по утрам? Ну да. Тамой, а ты получаешь некоторые бонусы, просыпаясь рано. Это полезно для твоего здоровья. Есть еще и другие выгоды. Ну, это, кстати, чистая правда. Я тоже чувствую бонусы, просыпаясь рано. Просто я даже полезно знаю. Да и по себе, когда вставал в 10 утра, было такое, да. И ложился в 2-3 часа ночи. Нет, с одной стороны, ночью было круто. При этом я не мог уснуть. Что еще было при этом? Так, я не мог уснуть. И с утра чувствовал себя максимально плохо. То есть встать было очень тяжело. При этом чувствуешь себя ужасно. Мне причем жарко все время было у меня. Я не знаю почему, но мне все время было жарко. Выгоды какие? Ну, ты пойдешь в школу с девушкой. Если ты будешь опаздывать, то решишься этой возможности. Ну, кстати, да. Это такой нормальный бонус. Смотри, только мы вдвоем. Ну, мы вдвоем, плюс еще толпа ученков на фоне. Ну, да, пожалуй, я должен быть счастлив. Должен быть счастливчик. Ты снова ты до мной смеешься? Как бы ты ни была, я поделюсь ты радостью с Сунахарой. То есть он тупо кинул ее и пошел к Сунахаре? Какого хрена мне нужно подниматься в такую рань? Так ты же за это бонус получаешь, знаешь ли. Именно Сунахара. Это полезно для здоровья. Еще ты пойдешь в школу в компании девушки. Ты серьезно? Угу, девушка номер один в этой школе. Просто радость для глаз. Слушай, очень скромная девушка, я хочу заметить. Отлично, с Наней в одном глазу. Что-то мне нравится. Сунахара, я обожаю этого персонажа. Так, где эта прекрасная девушка? А, ты не выглядишь довольным. Это о чем? О себе. Ты что? А, ты хочешь вещь принести? Ну, спасибо за это. Я не поделся. Сунахара гей. Сунахара сунула из свой портфель. Я, то есть, к тому, что почему она должна есть и его вещи? Значит, ты даже шуток не понимаешь, да? И? К тому же... К тому же... Когда ты получил право мною командовать? Так, комбо не будет? Шесть. Жалко, без комбо. Да, все-таки эта механика используется регулярно. Я-то думал, ее рисовали для одной сцены, но ее рисовали для всей игры. И все-таки я старше тебя. Да, я поняла, это я пинала тебя. Тогда почему раньше об этом не догадывалась? Мои просчеты. Проблема несколько серьезнее, чтобы так просто за нее извиниться. Не находишь? Он использует эту возможность, чтобы подобраться к ней поближе. А у тебя прекрасное тело, не правда ли, красавица? Сейчас он выглядел как персонаж, который никогда не стал бы главным героем пьесы. О, это тебя интересует мое тело? Однако, это мое даже стало ему подыгрывать. Похоже, сколько провоцированных слов он не говорил, ему доставит удовольствие только общение со слабыми девушками. Если ты не извинишься, то не сможешь его потрогать. Ты серьезно? Не успел я опомнить, как ситуация приняла другой обо... Блин, а что было дальше, что вы знаете в следующей серии? Я хочу, что следующая серия началась с... Не, с пиздеца. То есть она его отпиздит, это 100%. Но что было дальше, вы знаете, в следующей серии. Орлики, бей, до следующей серии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok